Новости на государственной телеканале Западной Армении. Здравствуйте! Короткий обзор новостей на сегодня. Делегация Западной Армении по случаю 48-летия Ассала возложила цветы в Ераблюры. Знакомься с Западной Арменией. Себастье. 23 января Евросоюз рассмотрит вопрос отправки новой миссии в Армению. 16 месяцев Дерсиме, 1915 год. Проблемы села Хавет Джавахки вынуждают жителей покинуть родные места. Фильм, документирующий Арцарскую войну «Невидимая республика», будет доступен онлайн во всех уголках мира. Поддержим государственное телевидение Западной Армении. В результате осуществленного против армян геноцида значительная часть армян была репортирована, обосновывавшись в разных странах. В 1970-х годах, через полвека после осуществленного против армян геноцида, депортированные армяне находили в тяжелом положении. В 1975 году была сформирована Ассала, армянская тайная армия освобождения Армении, которая была военно-политической объединенной организацией. Каждый год 20 января многочисленные армяне посещают Яраблур, чтобы отдать дань уважения мученикам Ассала. В этом году делегация Западной Армении также посетила Яраблур и возложила цветы к памятнику. То, что сделали героические мученики, было во имя Родины, освобождение Западной Армении и поднятие проблемы. Целью Ассала – привлечение вооруженными действиями внимания мировой общественности к армянскому вопросу и заставить турецкое государство признать геноцид и вернуть оккупированную Западную Армению ее истинному хозяину – армянскому народу. Военные действия Ассала были направлены главным образом против турецких дипломатов, государственных должностных лиц, посольств, консульств, офисов турецких авиакомпаний, а также всех иностранных учреждений, оказывающих денежную или военную помощь турецкому государству. Крупномасштабные операции Ассала осуществлялись в 1970-х годов до начала 1990-х годов. Ассала имела огромное значение в деле международного признания геноцида армян. В дальнейшем ее бойцы внесли свой вклад в дело освобождения Арцаха. Город Себастья из Западной Армении расположен на правом верхнем течении реки Хали с просторным полем на склоне горы Майрагом. Климат континентальный, с холодной зимой и жарким летом. Земли плодородные с древних времен считались хранилищем хлеба. В окруженности минеральные воды имеют шахты мрамора и гипса. О Себастье упоминают десятки греко-римских, армянских, византийских, грузинских, арабских, турецких историков, летописцев и рукописцев. Себастье было основано во II веке до н.э. После основания город почти всегда был административным центром. С XX-х годов XXI века Себастье была резиденцией Синахи Рима, последнего царя Васпуракана. В середине того же века несколько лет Себастье считалось резиденцией армянского католикоса. В период турецкого владычества Себастье являлось центром одноименной провинции, уезда и поселка. В основном была армянонаселенной. В XVI веке играла важную роль в армянском освободительном движении. До геноцида в городе проживало около 60 тысяч жителей, около половины из которых были армяне. Армянское население впервые массово уничтожено турками в 1895 году. В 1915 году армянское население города подверглось большому бедствию во время геноцида армян. Спасшиеся от турецкого и таганы были депортированы в разные стороны. В 1915-16 годах армяне Себастье были изгнаны. Сегодня у Брюсселя намечено заседание Совета по внешним отношениям, на котором председательствует верховный представитель Евросоюза по внешним отношениям и безопасности Жозель Борель. На официальном сайте Европейского совета сообщается, планируется обсудить тему отправки в Республику Армения новой миссии, которая должна способствовать урегулированию ситуации в регионе. Предполагается, что министры примут решение о создании миссии для содействия стабильности в регионе, сообщил один из высокопоставленных чиновников Евросоюза. По словам дипломата, Евросоюз внимательно следит за событиями вокруг Бердзорской дороги, прилагая усилия для урегулирования ситуации. Прилагаемые Евросоюзом усилия должны быть более чем адресными, даже с применением грубой силы против оккупирующего Азербайджана. Необходимо ввести санкции в отношении страны-агрессора, который на данный момент держит в заложниках 120 тысяч коренных армян, вызывая серьезный гуманитарный кризис. 16 месяцев Дерсиме, 1915 год. Тема этой статьи касается армян, переживших великие бедствия в истории. Точнее, речь идет об отношении соседей-дерсимцев во время исторических событий. Что делали соседы-дерсимцы, когда подвергали армян массовому убийству? Какие были их обязанности, как общество? Были ли для них важны имущества и судьба соседей? Имеют ли они долю вины, притворившись глухими и оставшись равнодушными? Что пережили армяне Верхнего Ефрата в Дерсиме, где в 1915 году пробыли 16 месяцев? Полную статью Джихана Шана читайте на нашем сайте. Хавет – один из отдаленных и маленьких сел Ахалкалакского муниципалитета. Расстояние от города, отсутствие газа, плохая дорога, отсутствие рабочих мест и заведений, обеспечивающих занятость молодежи, нахождение ближе от Турции, часть тех проблем, которые вынуждают людей покинуть свои села. Жители в поисках более благополучной жизни, чтобы дети не проходили те трудности, через которые проходят они. Жители Хавета занимаются скотоводством и земледелем, что является основным источником средств существования. Дети Хавета не имеют детства, с раннего возраста выполняют тяжелую сельскохозяйственную работу. Как отмечает один из сельчан, проблемы заставляют покинуть село, как бы ты не любил свою родину. У молодежи нет развлечения. Отметим, что в селе Хавет сейчас проживает 55 семей, в то время как в 2000-х годах численность населения составляла 100 семей. Западная Армения обращается ко всему армянству с призывом содействовать решению проблем, поскольку нельзя допустить очередную потерю родину коренным армян. Территории остаются армянскими, пока там живут армяне. В этом случае сохранение армянства на этих территориях должно быть для нас сверхзадачей. Всеобщий Армянский благотворительный союз и Креативная Армения запускают информационную и образовательную кампанию. В связи с продолжающимся гуманитарным кризисом в Арцахе запускается информационная просветительская кампания об Арцахе. В сообщении подчеркивается, что в связи с продолжающимся гуманитарным кризисом в Арцахе, в результате которого проживающие в республике 120 тысяч армян столкнулись с постоянно углубляющимся продовольственным, медицинским и гуманитарным кризисом в результате блокады Азербайджана-Бердзорского коридора, продюсеры фильма «Невидимая республика» решили сделать фильм доступным в цифровом виде во всех уголках мира. Отмечается, что кампания будет повредена в Лондоне, Мадриде, Берлине, Тюрихе и других городах для представителей государственных учреждений, организаций, занимающих защитой прав человека и учебных заведений. Уважаемые соотечественники, телевидение Западной Армении не занимается саморекламой. Руководство Западной Армении, оставаясь верным своей идее и принципам, продолжает посредством телевидения и других медиаплатформ по-новому представлять различные события, связанные с историей, настоящим и будущим нашей страны, информирует о политических и общественных событиях правительства, а также дает возможность ближе общаться друг с другом. С помощью нашего телевидения вы можете усыновить прямую связь с правительством, членами национального собрания, поднять все волнующие вас вопросы, которые напрямую связаны с Западной Арменией и ее гражданами, а также выступить с различными интересными предложениями. Помимо того, что вы телезритель, у вас также есть возможность стать гражданином Западной Армении, следуя соответствующей процедуре. Напомним, что Вестерн Армения ТВ не занимается саморекламой, а стремится расширить связи с вашей помощью. Ваша поддержка – наша общая победа. Вместе мы сила! И в заключении новостей послушаем музыкальное произведение. Субтитры создавал DimaTorzok Такими были новости на сегодня. Всем мира и добра! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok